Охрид Мир цвета и иконопочитания Много миллионов лет назад здесь бушевали могучие силы. Подземные слои каменной породы сместились, и в земле образовалась пропасть. Вода заполнила глубокую расщелину. Так на территории сегодняшней Македонии возникло озеро Охрид, одной из самых старых и глубоких в мире. Его скалистые берега повествуют о более чем двухтысячелетней истории человечества. Здания в византийском стиле были построены, когда Охрид находился в центре внимания православной церкви. Здесь жили патриархи, епископы и теологи. Архитекторы и художники строили резиденции по их четким указаниям. Заказчики могли что-то и запретить. Это они решали, как должны быть изображены святые, короли, императоры и боги. До сих пор иконы и фрески говорят на совсем ином языке. Они рассказывают о власти и господстве, о привлечении в церковь верующих и почитании Бога, о революции и победе. Знакомство с живописью на Охридском озере подобно путешествию к истокам средств массовой информации. Наверное, палящее солнце и глубокий голубой цвет неба так впечатлили первых жителей Охрида, что они назвали город Лихнидас, город света. Во времена древних римлян здесь проходил военный путь Виа-Эгнация, Игнатьева дорога, идущий через Салоники и соединяющий Римскую империю с Константинополем. Но завоеватели и купцы принесли сюда не только порабощение и товары, но и богатейшую культуру иконописи. Впервые здесь появились искусства и развлечения для широкой публики. Подражая древним грекам, в Охридском театре ставили комедии и трагедии. Позже на эту арену вышли гладиаторы и дикие животные. Публика выкрикивала насмешки или аплодировала. Так решали судьбу гладиатора – убить его или наградить лавровым венком победителя. О бывшем амфитеатре напоминает только его форма. Сегодня туристов со всего мира, приезжающих сюда на фестивали, привлекает современный дизайн. Мозаики первых христиан вызывают чувство кротости и покоя. Проход от крестильной часовни до церкви выложен чудесной мозаикой. Первые объединения христиан превратились в богатые общины. С V века Лихнидос стал резиденцией епископов. Храмы и жилые дома украшены символами тогдашней роскоши и природными мотивами. «Да будет с вами благословение, чье имя Господь Бог», гласят надписи на греческом языке. Авторы мозаик неизвестны. Мозаичные полы невероятной красоты должны были создавать впечатление, что ты гуляешь в раю. Художникам запрещалось изображать богов. Так хотели правящие в те времена римские императоры. Вместо изображения Иисуса Христа мы видим животных и растения, растущие на берегах озера. Авторитеты епископов в обществе и их власть росли. Базилика Святой Софии была не только местом смиренной молитвы. Тысячу лет назад верующие открыли в ней доселе неведомый для них мир иконописи. Церковь отменила запрет на изображение святых. Влиятельные священники стали использовать в своих целях то, от чего раньше отказывались. Теперь Христа можно было изображать в образе властелина. Вскоре появились первые изображения Девы Марии с младенцем на руках. Маленький Христос со строгим взглядом как будто сидит на императорском троне. В споре о личности Иисуса как Сына Божьего иконы Божьей Матери должны были доказывать, что Он, как и мирские императоры, Сын Божий. В XI веке шла борьба за власть между византийскими императорами и Римской Церковью. Византийский спор о том, кого можно было изображать в церкви, императора или святых, продолжался. Пятьдесят патриархов, епископов, церковных летописцев в алтарной части церкви. Шесть римских пап в ее пределе. Они смотрят на зрителя, неподвижно сопротивляясь течению времени. В конце концов, Синод разрешил написание икон. Но на них разрешалось изображать только то, что имело отношение к духовной жизни. Реальность была под запретом. Поэтому вместо людей с присущей им индивидуальностью, это скорее схематичные фигуры. И виноват в этом не художник, а господствующие тогда догмы. Началась война верующих против вуайеризма. В итоге победили те иконы и фрески, на которых главным оставалась духовность, где не было места чувственности. Изображение обнаженных мучеников можно рассматривать как исключение. В одиннадцатом веке церковная власть Охрида простиралась от Дуная до албанского побережья и пролива Солонек. Базилика Святой Софии достраивалась, появлялись новые фрески. Верующие должны были наслаждаться красотой не только во время службы. Поэтому возник западный фасад. Притвор, отличающийся необыкновенным изяществом, позволил заглянуть внутрь храма. Теперь все могли видеть великолепные иконы и фрески. Кажется, что художников воодушевляли игра красок озера, воды и неба. Это как будто заколдованное сказочное озеро находится недалеко от границы с Албанией. Необыкновенные водоросли изумрудного и лилового цвета придают ему особую красоту. Оно питает своими водами Охридское озеро. Лодка плывет по неподвижной глади озера. В кристально чистой, богатой минералами воде нет рыбы. Вода попадает сюда из озера Преспа, которое находится выше. Она преодолевает долгий путь, проход под землей через известковые породы. Здесь много родников. Вода не перестает тихо пробиваться сквозь песок. Райское место на границе между Албанией и Македонией как будто создано для блаженного покоя и погружения в себя. Монастырь Святого Наума. Больше тысячи лет назад здесь жил монах Наум. Как-то ему в голову пришла идея размножить Святое Писание. Он стал основателем Охридской школы писарей. Благодаря тысячам писарей Святое Писание смогли прочесть во всем славянском мире. И, конечно, в России. Но из Охрида распространялись по свету не только рукописные книги, но и каноны византийского искусства и церковные песнопения. Их до сих пор можно услышать во время литургии в православной церкви. Иконы Девы Марии и других святых специально повесили повыше, чтобы их не целовали и не дотрагивались до них. Иконы закрывали за навеской и показывали только по праздникам. Церковь требовала, чтобы поклонялись не иконе, а Божественному Духу. Об этом времени напоминают ритуалы православной литургии. Так же, как и тогда, верующие почитают святого Наума как великого славянского просветителя и покровителя Охридского озера. Монастырь святого Наума стал местом паломничества для верующих из многих стран. Для Тодора, водителя водного такси, Охридское озеро – замечательное рабочее место. Он знает, где самое глубокое место и может показать красивейшие, не сразу заметные места на берегу, куда можно добраться только на лодке. Например, пещерную церковь святого Николая. Здесь фрески написаны прямо на скалах. Несмотря на влажность, они без всякой консервации и реставрации дошли до наших дней. По оценке искусствоведов, им 800 лет. И до этой небольшой церкви можно добраться только по воде. В ней можно увидеть особую фреску византийского периода – Богородицу, кормящую грудью младенца Христа. Ее пощадили даже вандалы-турки, когда в 14 веке осквернили святыни этой затерянной в лесу церкви. Они лишили иконы их силы, уничтожив, как им казалось, самое главное – они выкололи святым глаза. На окраине города Охрида археологи находят захоронение скелета и амфоры. Они осторожно исследуют слой за слоем. Драгоценные находки, которым около 2000 лет, быстро отсюда увозят. Здесь идет реконструкция церкви, которая своей помпезностью должна привлечь паломников и туристов в этот город церквей. Сможет ли эта имитация превзойти сохранившиеся византийские храмы? Нет. В десяти минутах ходьбы отсюда находится настоящее сокровище – жемчужины архитектуры, сенсация. Это церковь святого Клемента. Что касается ее убранства, то его можно назвать революционным для того времени. В 1260 году была сделана следующая запись. Когда художники Михаил и Евтихий вернулись из Салоник, Центра искусств, они решили нарушить каноны византийской иконописи и привнести в живопись свое содержание. Они перестали быть анонимными художниками и рискнули сделать неслыханное, изменили визуальное восприятие мира и стали выразителями новых идеалов. Они почти 30 лет без устали расписывали стены церкви, руководствуясь новым видением мира. Потрясающие массовые композиции, подвижные лица, изображения в перспективе. Михаил и Евтихий отказались от старой манеры живописи. Они вывели на первый план прежде всего мирское. Это была победа над патриархами и начало новой эры. Переход к итальянскому ренессансу. Режиссер Моника Кувачич, оператор Кристоф Феллер. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова